МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. На что стоит обратить внимание при покупке зимней жидкости для автомобильных стекол, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья? Как приготовить вкусный и полезный ужин к приходу гостей меньше, чем за час? А также, что подарить любимому мужчине на 23 февраля? Чтобы в сильные морозы на стеклах автомобиля не образовывалось наледь, без незамерзайки не обойтись. В составе незамерзайки, как правило, есть вода, спирт, красители, ароматизаторы и моющие вещества. Казалось бы, все просто, но не все компоненты могут быть безопасны для здоровья. Международных стандартов или гостов на эту жидкость нет. Каждый производитель применяет свои технологии. Правильное – легко удалит загрязнение и не оставит после себя разводов и пленки. А главное – не принесет вреда здоровью. На что обращаете внимание при покупке незамерзайки? Обращая внимание на запах, мне больше нравится без запаха незамерзайки. Ну, должно, чтобы пахло как-то приятно. Не то, что как вот китайское, то, что в глазах режет. Да, чтобы пахло нормально и не воняло в салоне спиртом. Если в основе омывайки окажется метанол, его пары при вдыхании могут вызвать головокружение. Использование этого спирта как основы для незамерзаяк признано специалистами небезопасным и запрещено. Санитарные нормы допускают лишь 0,05 в составе средства. Более безопасные и разрешенные – изопропиловый и этиловый спирты. Последний почти не пахнет. Используется в основном в импортных средствах. Изопропиловый имеет резкий запах ацетона, поэтому его заглушают отдушками. Он токсичнее этилового, но менее ядовит, чем метиловый. Вдыхание его паров не приводит к накапливанию в организме. Чтобы быть уверенным, что незамерзайка безопасна, будьте бдительны. Тара должна быть герметичной. На этикетке обязательная информация о производителе, состав и ссылка на свидетельство о госрегистрации. Без последнего продажи незамерзайки нелегально. Производитель отечественный, который у нас занимается производством этой продукции на территории нашей страны, либо импортер, который заказывает эту продукцию за пределами, они должны в обязательном порядке получить свидетельство о государственной регистрации. Это свидетельство о государственной регистрации оформляется у нас, в органах Роспотребнадзора. И в любом случае эта продукция должна пройти испытание на безопасность. И вот это само свидетельство о государственной регистрации выдаётся на основании санитарно-эпидемиологического заключения. Некачественную омывайку раскроет и цена. Минимальная ручная цена одного литра этилового спирта не менее 60 рублей. То есть для производства пятилитровой упаковки необходимо не менее двух литров. Исходя из дальнейших финансовых затрат и других составляющих, то есть стоимость пятилитровой упаковки должна быть не менее 250 рублей. Качественная незамерзайка на изопропиловом спирте будет стоить не меньше 200 рублей. Всё остальное, по словам специалистов, фальсификат. И разница между 130 на обочине и 150 в магазине – это всего лишь накрутка за аренду. Знакомая ситуация? Корейский робот-уборщик – идеальный подчинённый. Просто выберите необходимый режим, и ваши полы всегда будут идеально чистыми. Он сам проведёт сухую и влажную уборку одновременно. Его не остановит ни пространство под кроватями и диванами, ни пороги высотой до 20 миллиметров. Улучшенная модель робота-уборщика от компании «Прямая Корея» оснащена системой микроконтроля и встроенной камерой, которая анализирует окружающее пространство, не допуская столкновения с препятствиями. Забойтесь о своём защитнике, подарите ему незабываемые минуты расслабляющего массажа. Уникальный корейский массажёр разомнёт уставшие мышцы, словно сильные руки профессионального массажиста. Просто приложите его к нужному участку тела, будь то спина, ягодицы или ноги, и нажмите кнопку. Запатентованная технология массажёра позволит подобрать идеальный уровень силы воздействия. Массаж наиболее подверженных усталости участков тела, шеи и плеч, можно сделать ещё эффективнее, если подключить функцию разогрева. При нажатии ещё на одну кнопку можно поменять направление движения массирующих элементов. Этот массажёр от компании «Прямая Корея» особенно оценят и те, кто устаёт от активных физических нагрузок, и те, кто проводит много времени за компьютером или в кресле автомобиля. Тем более, что использовать это чудо техники можно где угодно. Работает он и от сети, и от прикуривателя. Делайте своим защитникам неожиданные и весьма полезные подарки. И поверьте, они не останутся в долгу. Когда под рукой оказываются различные полезные приспособления, время, проведённое на кухне, становится радостнее. Как с помощью полезных мелочей облегчить себе жизнь, сегодня нам расскажет и покажет директор сети дискаунтеров «Кошёлка» Александра Баканова. В её кухонном арсенале есть всё необходимое. Александра, здравствуйте! Здравствуйте! Даже если в вашей семье нет итальянцев, вряд ли в ней не едят спагетти. С удобной спагетницей можно с лёгкостью хранить любимый продукт. Высыпаем. Ух ты! А с помощью удобной мерной крышки можно отвернуть столько спагетти, сколько нужно. Например, 100 грамм или 200. 200, да? Да. Очень удобная настоящая палочка-выручалочка для хозяйки. Сегодня приготовим лёгкий и вкусный салат. Для нарезки овощей идеально подойдёт керамический нож. Очень лёгкий, прочный, удобный и острый. Керамический материал не пористый и абсолютно безвреден. Он никогда не оставляет неприятного послевкусия после нарезки фруктов или овощей. Перемешиваем наш салат с помощью удобных щипцов. Выкладываем в салат красивую и удобную стеклянную салат. На десерт приготовим бисквит. Муку я просеиваю с помощью этого современного сита. Давайте посмотрим, как оно работает. Для выпечки возьмём силиконовую форму. Смазываем её маслом. И выливаем в неё тесто. В отличие от традиционных металлических форм, выпечка в силиконовой не пригорает и готовится равномерно как в духовом шкафу, так и в микроволновой печи. Готовая выпечка не прилипает к силиконовой форме и легко извлекается из неё. В такой форме можно запекать и мясо, и рыбу, и овощи. Сегодня мы без усилий приготовили аппетитные, красивые и полезные блюда. И хочу отметить всего за 50 минут. Нежданный приход гостей нас точно не застанет врасплох. А вас? Найти все эти полезные мелочи по доступным ценам вы можете в сети дискаунтеров Кошёлка. Мы знаем, как отличить натуральный зефир от напичканного консервантами. Как вернуть технику, не прослужившую и половины гарантийного срока. Можно ли верить производителям натуральной косметики или слоган «Красота от природы – лишь рекламный трюк»? Нужно ли платить за нечаянно разбитый товар в магазине? Как вернуть деньги за некачественный товар, купленный в кредит? Мы провели более тысячи экспериментов. Мы помогли вернуть более тысячи некачественных товаров. Проверили безопасность более сотни видов продуктов. Чтобы нерадивых производителей и коммерсантов, а вместе с ними некачественных товаров и услуг стало меньше, нужно хорошо знать свои права и уметь их отстаивать. Защитим свои права вместе! Редактор субтитров А.Семкин